День защитника Отечества Оружейные залпы в честь праздника сегодня прогремели в Краснодаре. Тысячи горожан утром пришли на площадь памяти героев. К вечному огню они несли красные гвоздики. Отдать дань памяти и уважения погибшим защитникам Отечества приехал и глава Кубани Вениамин Кондратьев. В церемонии возложения венков участие приняли также председатель Краевого Заксобрания, вице-губернаторы, представители городской власти и руководители силовых структур региона. Погибших почтили минутой молчания. Затем военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным маршем. Защитников Родины чествовали в Краснодаре. В зале Кубанского казачьего хора собрались ветераны Великой Отечественной и действующие воины. Их поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко. На свой вековой юбилей армия и флот России встречают с высоко поднятой головой. Потому что благодаря нашему президенту Российской Федерации мы смогли укрепить, восстановить, а где-то и создать заново военную мощь страны. Сегодня армия России снова считается одной из современнейших и сильнейших армий мира. Тысячи кубанских мальчишек проходят службу в различных частях и подразделениях по всей стране. И служат честно, достойно представляя свой край, край в котором защищать Родину всегда считалось почетной обязанностью и святым долгом. Наша история знает много примеров самоотверженного служения Отчизне. Но самые яркие и героические из них, безусловно, оказала Великая Отечественная война, победа в которой досталась невосполнимой ценой. Наш долг заботиться о ветеранах войны и труда, беречь и защищать память о подвиге предков, не допускать искажений и любых переписываний исторических фактов. Для гостей со сцены прозвучали марши в исполнении Духового оркестра, Министерства внутренних дел России, были песни на фронтовую тематику, выступали казачьи коллективы. Полную версию праздничного концерта зрители нашего телеканала могут увидеть в эфире «Кубань-24» сегодня в 19.40. В Новороссийске празднование Дня Защитника Отечества началось возложение венков и цветов к стене памяти. На площади героев сегодня утром собрались ветераны войны и вооруженных сил, военнослужащие, представители власти, молодежь, общественность. Они почтили память погибших минутой молчания. После этого у мемориала прошел митинг, на котором вспоминали подвиг освободителей города-героя. В Новороссийск вернулись 30 бойцов десантно-штурмовой дивизии. 3 февраля они вышли из города-героя и пешком отправились в Рязань. Беспрецедентный марш-бросок приурочили к 75-летию со дня освобождения Кубани от фашистов, столетию Рязанского училища ВДВ и вековому юбилею Красной Армии. Почти полторы тысячи километров бойцы преодолели чуть больше, чем за две недели. По южным районам передвигались бегом, а когда добрались до заснеженных, встали на лыжи. По пути делали остановки в городах и возлагали цветы к воинским мемориалам. Люди встречали нас как героев, потому что это первый марш, который совершали в новом веке. Был момент, когда ты уже забываешь про боль, ты забываешь про моральную усталость, физическую усталость, потому что вот он конец и скоро ты до него дойдешь. Руководство воздушно-десантных войск России уже назвало этот марафон уникальным. Февральская метель не испортила праздничного настроения настоящим защитникам Отечества. В Ейске на площади авиаторов в одном строю ветераны и действующие военнослужащие. Преемственность поколений именно в этом году очень символична. Сегодня отмечают 100 лет со дня создания рабочей крестьянской Красной Армии. Именно в честь этого события учредили День защитника Отечества. Название праздник менял не раз, но всегда отмечался особенно торжественно. После торжественного марша военнослужащие и ветераны возложили цветы к памятнику авиаторам. Военнослужащие, казаки и кадеты сегодня чеканили шаг в Крымске. Они прошли торжественным маршем по улице Ленина. Жители города в День защитника Отечества почтили память бойцов Красной Армии. У монумента воин-освободителю ветераны рассказали учащимся о значении героических событий Второй мировой для современной России. Лучшие военные крымского гарнизона за верную службу получили награды и памятные знаки. В холодный праздничный день всех собравшихся угостили солдатской кашей. Вечером небо над Кубанью. Раскрасят салюты. В Новороссийский запустят. Их аж 9 видов. Прозвучит 30 залпов. В городе герои станут салютовать в 9 вечера. В то же время салютовать будут в Анапе у знакового места. Города Стелы воинской славы. В Краснодарском крае почетным званием могут похвастаться города Анапа и Туапсе. Также вскоре городом воинской славы может стать и горячий ключ. В юбилейный год освобождению Кубани от фашистов. Городской совет ветеранов курорта выступил с инициативой о присвоении своему городу долгожданного звания. В горячем ключе уже собрано более 10 тысяч подписей в поддержку предложения. О том, как боролись за каждый сантиметр родной кубанской земли 75 лет назад советские солдаты, рассказывает новый проект Кубань-24. Цикл «Это надо живым». Съемочная группа прошла по тем самым дорогам, где шли освободительные бои в далеком 43-м. Именно тогда завершилась битва за Кавказ, и фашисты окончательно покинули пределы Кубани. Премьера первой программы состоялась сегодня. Выпуск был посвящен событиям на Туапсинском направлении. Там наши войска перешли от обороны к наступлению. Стратегически важная высота 618,7. По приказу штаба ее должны были взять пехотинцы, но перед этим должна была пройти массированная артподготовка. Отсюда, со стороны тоннелей, должны были ударить два бронепоезда. Да, они должны были ударить, но прежде всего они должны были спрятаться в гуйском тоннеле. Проводниками в героическое прошлое стали люди, которые живут памятью о Великой Отечественной и хранят истории павших солдат. Цикл «Это надо живым» смотрите на нашем телеканале по воскресеньям в 19.30. Когда-нибудь я стану сильным, как папа. Буду летчиком. Или танкистом. А может, моряком. Главное, настоящим защитником. Югстройинвест поздравляет вас с праздником, краснодарцы!